Мы уже рассказывали о тех выпускниках Славянского района, которые получили наивысшие баллы, с честью выдержав экзаменационные испытания. В нашем следующем репортаже рассказ еще о двух замечательных молодых людях. Выпускница Славянской 18-й школы Анна Молдаванова об успехе 100 баллах по литературе узнала от своего учителя русского языка и литературы и ей даже не поверилось, что это правда. Я сначала подумала, что это была шутка, потому что я не ожидала 100 баллов. Все-таки не было, наверное, такого варианта, чтобы я вообще нигде не сделала ошибки. Первое узнала мама, и это было всеобщее удивление, потому что вообще никто не ожидал, что будет 100 баллов. Например, сестра, когда сказала, что, ну, наверное, у тебя 70, ну, конечно, 100 баллов были все удивлены, все пошли меня фотографировать. Любовь к литературе у Анны проявилась еще с начальных классов, когда она пристрастилась к чтению. Первая учительница, горбонец Марина Александровна, вот она очень сильно проявила мне любовь к литературе. Это очень помогло мне в итоге и с подготовкой к литературе, потому что вся подготовка была не в тягость, потому что это было то, что мне нравится. В подготовке к экзаменам Анне помогли учитель Татьяна Александровна Филоненко и онлайн-школа. Я очень рада, что у меня есть такие выпускники, стубальники. Это результат большого труда не только учителя, но и самого учащегося, потому что любовь к предмету все равно прививает учитель, развивает вместе с выпускником тоже учитель. Проведение не только уроков, но и дополнительных занятий, какой-то дополнительной информации дает свои результаты. Я очень рада, что Аня пойдет по моим стопам, потому что у меня это не первый выпуск детей, которые идут по моим стопам. Как минимум четыре человека уже готовы прийти работать в школе. Вот они в этом году заканчивают институт наш и идут в школу. Учителю, конечно, очень приятно, что Анна и другие ее выпускники прошлых лет выбрали филологическое образование. Владимир Пухальский из Анастасиевской 28-й школы стал готовиться к экзамену по химии еще с 10-го класса. Он очень целеустремленный. После 10-го класса шла интенсивная подготовка, прорешивание вариантов различных, а также изучение самого предмета и его отдельные разделы. Начиная уже с 1-го сентября 11-го класса, та интенсивность, что была за лето, она как бы преуменьшилась, чтобы и другим предметам было время подготовиться. И по сути весь 11-й класс я уже рассматривал те задания, которые у меня были большие вопросы, которые надо конкретно знать, понимать. Благодаря своему учителю Александре Петровне Сижук, благодаря упорной подготовке, его знания по химии были оценены в максимальные 100 баллов. В шоке был. Я понимал, что больше 90, но не до такой же степени. Ну и после этого аж проверил через Кубан ЕГЭ, результат даст 100 баллов. Учитель химии считает свой предмет очень важным и старается дать отличные знания ребятам. И когда это удается, она очень рада. И в 10-м классе, когда он уже определился с выбором предметов на экзамен, он все лето трудился и в 11-й класс пришел уже хорошо подготовленным. И мы с ним на уроках, и после уроков много занимались. Конечно, да, это большой труд. Он большой молодец. Владимир Пухальский, мечтая о профессии врача, хочет получить высшее медицинское образование. И думается, у него все должно обязательно получиться. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».